Все мы прекрасно знаем, что в наше время профессиональные спортсмены зарабатывают баснословные деньги. Будь то боксеры, футболисты или гольфисты. Но далеко не все бойцы ММА могут похвастаться большими гонорарами. Чаще среднестатистический боец, проводя 2-3 боя в год, зарабатывает около 150-200 тысяч долларов. А это, на фоне представителей других видов спорта, достаточно скромные деньги. Однако, нельзя не сказать, что и среди представителей смешанных единоборств есть те жители Олимпа, которые сумели очень недурно пополнить свой банковский счет. Именно о таких бойцах сегодня пойдет речь. Предлагаю вам вместе разобраться, кто же те топ-10 бойцов, заработавших больше всех в UFC. Также, перед началом топа, хочу отметить, что в статистику мы взяли лишь официальные гонорары и бонусы за всю историю компании, без учета платных трансляций и прочего. Меня зовут Иван Неумин, вы на канале It's Time, встраивайтесь поудобнее и погнали! Десятое место, и здесь настоящая легенда из Бразилии Витор Белфорд и 5 миллионов 440 тысяч 200 долларов на его счету. Феномен именно такое прозвище носит Витор. Действительно крутой боец, который может в октагоне абсолютно все, и побороться, и устроить настоящий махач. Еще в далеком 1993 году он стал победителем чемпионата Бразилии по БЖЖ в открытой весовой категории, а спустя несколько лет уже в UFC вырубал противников ударом ноги с разворота. Белфорд провел в организации 26 боев, стал победителем 12-го по счету номерного турнира UFC в тяжелом весе, а также в 2004 году стал чемпионом в полутяжелой весовой категории. Среди оппозиции Феномена было невероятное множество топовых бойцов. С кем-то Витор смог справиться, с кем-то нет. Однако нельзя отрицать того факта, что после запрета ТЗТ Белфорд стал лишь блеклой тенью самого себя. Но это уже совсем другая история, а мы с вами движемся дальше. На девятом месте Дональд Сироне и его 6 миллионов 295 тысяч долларов. Ни капли удивления не вызывает наличие ковбоя в этом топе, ведь он дерется минимум 3-4 раза в год. Сироне это яркий ударник, который может при необходимости и перевести, и засабмитить соперника. Дональд 6-кратный обладатель премии за лучший бой вечера, 7-кратный обладатель премии за лучшие выступления вечера. Трижды получал премию за лучший нокаут вечера и дважды за лучший сабмиш. Также ему принадлежат такие рекорды, как наибольшее количество побед в UFC, их 23, и наибольшее количество финишей, их целых 16. Сейчас ковбой идет на серии из трех поражений к ряду, но факт в том, что он уже бывал в такой ситуации, и тогда ему удалось перезагрузить карьеру. Посмотрим, как выйдет сейчас. На восьмом месте Марк Хант и 6 миллионов 300 тысяч долларов. Неординарный боец, славящийся своим железным подбородком и неокаутирующей мощью. Карьера Ханта настоящий качели. Набрав 5 побед при одном поражении к 2006 году, Хант умудрился проиграть 6 раз подряд вплоть до 2011. Что? Дальше была серия из 4 побед подряд, а затем суперсаманец чередовал то победы, то поражения. По итогу он стал обладателем достаточно необычного, особенно по меркам UFC рекорда. 13 побед, 13 поражений и 1 ничья. Что интересно, именно в UFC его рекорд 7 побед, 7 поражений и все та же ничья. Формально Марк проиграл в UFC 8 раз, но бой с Леснером был признан несостоявшимся, потому что Леснер провалил допинг-тест. Сейчас 45-летний Хант судится с UFC и неизвестно, выйдет ли он еще когда-либо в октагон. На седьмом месте Джон Боунс Джонс и заработанный им 6 миллионов 400 тысяч долларов. Один из самых противоречивых бойцов за всю историю смешанных единоборств. Обладатель множества рекордов, самый молодой чемпион в истории UFC. Первый номер в мире вне зависимости от весовых категорий и действительно непобедимый боец. Все так, за исключением одного но. Джонс проигрывал. Я сейчас не о той дисквалификации, нет. Джон проигрывал самому себе и не один раз. Всякий раз, когда мы все восхищались им, на смену этим чувствам приходило непонимание и недоумение. Истории с машиной, наркотиками, туриноболом очень крепко засели в головах фанатов смешанных единоборств. И Джонса в частности. И это невероятно печально, что при упоминании такого, без сомнения, великого бойца, мы говорим не только о его рекордах, но и, к сожалению, о грязных историях, связанных с ним. Сейчас Джонс снова идет на серии побед, вычищая свой дивизион. И пусть поступь его уже не такая уверенная, но он до сих пор остается непобежденным чемпионом. А после недавнего, очередного скандала, хочется верить, чтобы Джонс все-таки взялся за голову. И это был его последний скандал. А сам Джонс был сосредоточен на том, чтобы ковать свое наследие. Ведь это действительно один из самых крутых бойцов за всю историю ММА. 6 место. Джордж Сен-Пьер с 7 миллионами и 37 тысячами долларов США. Джордж один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Человек, который показал, что значит по-настоящему всесторонне развитый боец. Не один раз он побеждал и нокаутами, и болевыми приемами, и решениями. Мог как перебить оппонента в стойке, так и законтролировать его на земле или у сетки. Джордж провел в UFC 22 боя, 20 из которых выиграл. Он дважды завоевывал титул в полусредней весовой и 9 раз защищал его. Также в своем последнем бою в организации он смог завоевать титул чемпиона в среднем весе. После чего объявил о завершении карьеры. Сейчас ходит достаточно много слухов о том, что Джордж может возобновить карьеру. Но сам Сен-Пьер на них никак не реагирует. Спокойно наслаждается жизнью и приумножает те 7 миллионов, которые смог заработать в UFC. Я думаю вы будете крайне удивлены, ведь на пятом месте его высочество граф Майкл Биспинг и 7 миллионов 135 тысяч долларов его казне. У Биспинга случались взлеты и падения. До 2016 года он в основном был известен тем, что его брутально добил Дэн Хендерсон. В 2013 году в бою против Витора Белфорта Биспинг был нокаутирован ударом ногой. Вследствие этого у него диагностировали отслоение сетчатки глаза. И как выяснилось совсем недавно, глаз Майкл потерял и использовал протез. Только представьте, ведь все самые главные победы в своей жизни Биспинг одержал будучи незрячим на один глаз. А ведь это профессиональный спорт, это реальный бой в клетке, где четко видеть своего оппонента просто жизненно необходимо. После потери одного глаза граф смог одолеть Андерсона Силву. Забрать пояс в бою против Люка Рокхолда, а также защитить его, реваншировав поражение Дэну Хендерсона. Биспинг провел в UFC 29 боев. И во многом, благодаря своему спортивному долголетию, он смог расположиться так высоко в нашем топе. Пусть у него и не было по-настоящему выдающейся карьеры, и закончил он на двух поражениях подряд. Но это именно тот боец, не уважать которого и не восхищаться которым просто невозможно. На четвертом месте еще одна легенда ММА и UFC в частности, Паук Андерсон Силва и его 8 122 000 долларов. Андерсон это яркий ударник с невероятной техникой, таймингом и чувством дистанции. Долгое время, на протяжении 7 лет, этот стиль позволял Силве не проигрывать в UFC. Попутно за это время он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе и защитил его 10 раз. Однако именно из-за своего стиля ведения боя, Паук в 2013 году потерпел свое первое за много лет поражение от Криса Вайдмана. После чего, к большому сожалению поклонников, был уже достаточно далек от того Андерсона Силва, который всем так полюбился. За последние 8 боев, Паук выиграл лишь единожды. И закат его славной карьеры, к сожалению, уже наступил. Безусловно, один из лучших ударников и бойцов за всю историю смешанных единоборств. Семикратный обладатель премии «Лучший нокаут вечера». Пятикратный обладатель премии «Лучший бой вечера». Самый доминирующий чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва. И его заслуженное четвертое место в нашем топе. Третье место. Хабиб Нурмагомедов. 8 миллионов 543 тысячи долларов. Единственный российский боец в нашем топе. 18 апреля этого года Хабиб мог оказаться на вершине нашего рейтинга. Но, к сожалению, его бой против Тони Фергюсона в пятый раз был отменен. И теперь неизвестно, когда мы увидим Хабиба и с кем он будет драться. По большому счету, Орел всю свою кассу сделал за последние два боя. Получив полтора миллиона долларов за вычетом 500 тысяч штрафа в бою против Конора Макгрегора. И получив 6 миллионов за бой против Дастина Порье. Всего за два неполных года нахождения в статусе чемпиона UFC и две защиты титула Хабиб сумел запрыгнуть аж на третью строчку нашего рейтинга. Нурмагомедов обладает рекордом в UFC по количеству проведенных тэкдаунов за один бой. 7 июля 2017 года он опрокинул на Настил Глейсона Тибао 21 раз, показав ему тем самым знаменитый Eagle Airlines. Также Хабиб обладает рекордом 28 побед и 0 поражений, что кажется просто невероятным на таком высоком соревновательном уровне. На мой взгляд, Хабиб очень близок к тому, чтобы стать номером один Pound for Pound и завершить карьеру в статусе непобежденного бойца и чемпиона. Для этого ему не хватает всего несколько побед, одна из которых уже была бы возможна 18 апреля в бою против опаснейшего Тони Фергюсона. Но, увы, нам остается только гадать, кто же из них самый лучший легковес в истории. А сейчас мы переходим ко второму месту. Второе место. 9 миллионов 569 тысяч долларов и обладающий имя Алистар Оверин. Алистар по праву считается легендарным представителем кикбоксинга и смешанных единоборств. Кажется, что он бьется уже целую вечность и при этом он постоянно обитает в топ-10 тяжелого веса UFC. На данный момент Аверин занимает восьмую строчку и он упустил возможность вернуться в титульную гонку, проиграв Розенстрайку на самых последних секунды. Алистар прошел множество войн и успел полностью изменить геймплан от жесткого рубаки во времена, когда ТЗТ была разрешена, до умного бойца с хитрым геймпланом после ее запрета. В UFC он провел 16 боев, один из которых был титульным, но чемпионом так и не побывал. Однако свое законное второе место в данном топе Разрушитель занял по праву. Думаю, вы уже догадались, кто расположился на первой строчке. Конечно же, это занаториус Конор Макгрегор. Он заработал 15 миллионов и 22 тысячи долларов. Реальность такова, что с учетом всех бонусов и платных трансляций, Макгрегор в UFC заработал гораздо больше, чем все остальные участники нашего топа вместе взятые. И это неудивительно, ведь именно ирландец вывел ММА на принципиально новый уровень. Он первым превратил трешток в искусство. Он предугадывал результаты своих поединков и заставил следить за собой весь мир. Он первым в UFC смог не проигрывавшего более 10 лет Жозе Альдо, номер один по онфопаунд на тот момент, отправить в нокаут, да еще и за 13 секунд. И, наконец, он стал первым бойцом, кто смог завоевать титулы в разных весовых категориях одновременно. Его фразы растаскивали на цитаты, а его пресс-конференции смотрели и посещали больше человек, чем некоторые турниры UFC. Можно относиться к нему по-разному, но нельзя не признать, что он абсолютно заслуженно занимает то место, на котором он сейчас находится. В качестве бонуса сегодня человек, который никогда не бился в UFC, но является одним из самых богатых бойцов ММА, последний император Федор Емельяненко. По неофициальным данным, Емельяненко за всю свою карьеру заработал свыше 20 миллионов долларов. На деле, конечно, уверен, что сумма гораздо выше. Федор – это культовая фигура в мире смешанных единоборств. Для многих он стал примером и толчком для выбора будущей профессии. Федор начал карьеру в далеком 2000 году, а с 2001 по 2010 год не проиграл ни одного боя, хотя дрался с настоящими монстрами того времени. Последний император побеждал таких зверюк, как Антонио Родриго Нагейро, Сэмис Хилл, Марк Колман, Мирка Филиппович, Марк Хант, Андрей Орловский и так далее. И делал он это, когда они были на пике своей формы и входили во всевозможные рейтинги лучших бойцов того времени. Недаром Федор признавался лучшим тяжеловесом с 2003 по 2010 год самыми известными СМИ того времени – ЕСПН, Шердок, Нокаут. Многие из этих СМИ в то время также ставили Емельяненко на первую строчку вне зависимости от весовых категорий. Четырехкратный чемпион мира по ММА, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по боевому самбо и один из самых величайших бойцов в истории смешанных единоборств – Федор Емельяненко в качестве бонуса в нашем ТОПе. Конечно, суммы по меркам профессионального спорта, за исключением нескольких мест нашего ТОПа, достаточно скромные. Скажем, один топовый футболист всего лишь за один год зарабатывает столько же, сколько топовый боец ММА за всю свою карьеру, а боксер зарабатывает столько же вообще за один бой. А как ты считаешь, когда гонорары бойцов ММА приблизятся к гонорарам профессиональных боксеров? Если это, конечно, вообще произойдет. Обязательно пиши свое мнение в комментах, каких бойцов ты бы включил в этот список и какие ТОПы хотел бы видеть дальше на нашем канале. Тыкай колокольчик, чтобы не пропускать весь тот ТОПовый контент, который мы для тебя готовим. И пробей бойцовский лайк. Ну а с тобой смотрел ТОП я, Иван Неумин, это канал It's Time. Желаю тебе крепкого духа и только победного настроя. Будь здоров, пока! И один из самых величайших бойцов за всю историю смешанных единоборств Федор Мельяненко. Федор Мемельяненко? Федораpo